Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова О многодетной семье узнала вся страна. В этом для Григорьевых были свои плюсы. Местным властям пришлось обратить на них внимание и более наглядно проявлять свою заботу. Игорь в те дни мыкался в поисках работы, денег катастрофически не хватало, и хоть какая-то помощь со стороны была ох как нельзя кстати. Однако демографическая актуальность вскоре пошла на убыль, и о Григорьевых забыли. Вначале журналисты, а потом и социальные службы. Даже рождение десятой Алины в 2003 году не вызвало ни у кого новой волны интереса и соответствующего внимания. Но когда через полтора года погибла Марина, и Игорь стал самым многодетным отцом-одиночкой в России, журналисты опять повалили в дом Григорьевых валом. Мы приехали к Игорю спустя 9 лет, когда и от этой второй волны журналистского десанта не осталось следа. Когда потихоньку исчезли и благотворители, которые, надо сказать, дай бог им здоровья, существенно помогали семейству выживать. Я честно признался Игорю, что мы снимаем кино авторское, и вряд ли наш фильм вызовет общественный резонанс. Ажиотаж населения по поводу курса рубля углубил его девальвацию на 10%. Об этом заявила на брифинге председатель Банка России Эльвира Набиловина. Она также подчеркнула, что при текущих ценах на нефть рубль недооценен на 10-20%. При эстрессовом сценарии Центробанк России готов в 2015 году направить на валютную операцию 85 миллиардов долларов. Сингапур абсолютно однозначно отказался от введения каких-либо санкций в отношении России, несмотря на серьезное давление со стороны США. Об этом заявил в интервью ТАСС посол нашей страны Сингапуре Леонид Моисеев. По его словам, позиция республики вполне последовательна и принципиальна. Миша, я готов. КОНЕЦ 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Никто не хотел, потому что оттуда приезжал замкомандир батальона по воздушной подготовке майора Кагая. Младший брат, он был командир разведрота там, там такие ужасы рассказывал, что вообще было страшно. Смерти, 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 смерти. Страшный Афганистан был страшный, потому что Маринка плакала. Жизнь только началась, а вдруг погибнет, что же обидно было как-то так. Это Алиночки, нашей маленькой козочку. Марина не выдержала. Слушай, помните, мы прослужили, может, две, может, три недели. Когда под дождем нас выгнали на полигон, кабель прокладывали. Кабель прокладывали, вливали туда, было же зимой. А зимой подогревали, по ночам баллоны, деревья жгли. Это было страшно. День по полигону бегаешь, а ночь копаешь. Сейчас Альдом достану. Ну, в те годы, Агнистан и все страны Европы, все против нас, против Советского Союза были. В 79-й год как раз. Все против нас. Мы готовились к войне, к атомной войне, к ядерной войне. Вот это у меня, вот это вот занятие по химзащите. Все это в памяти посохранилось. Апошка, да. Сколько мы в самолете? Полсуток пробыли. Да. В Польше заворушка была. В боевой готовности. А, ну, это Польша, это Польша просраться дала-то, да. По тревоге подняли. Когда в 80-м году солидарность же подняла восстание, там же стали убивать коммунистов этих польских. Они все побежали к нам сюда. Ну, дело в том, что они убегают по одному, бросая жен, бросая семьи и все, это убегаешь от чего? От того, что от смерти. Это же убегаешь, это от смерти. И вот они убегали к нам, их вылавливали и назад всех. Почему? А раз упустили коммунисты, вы, коммунисты, когда опустили эту солидарность, идите там останавливайте социалитетский порядок. Понятно, что дикая байка про убийство польских коммунистов была придумана для того, чтобы объяснить нашим солдатам, зачем их собираются отправлять в Польшу. Однако и по сей день Игорь в эту байку верит. Да и его однополчане похожи тоже. Я, как сейчас помню, офицеры поналопались пьяные. И в канцелярии что-то они там повздорили. А уже были с оружием все. И вылетает оттуда, командир минетов, взвода старший лейтенант Жуков, за щеку держится. Ну, видно, кто-то его с офицера, его... Ну, они между собой там подрались, может. Ходил, ходил, выхватывает пистолет. Все же залеп, все же с оружием. И в канцелярию. Мы вообще. Завтра пятна у меня выброска в Польшу они устроили. Ну, правда, успокоилась. В пять часов нас не подняли, нас подняли в шесть. На плацу построились, и Камбриг говорит, все, выброска отменяется, солидарность успокоилась. Может, она испугалась. Может, испугались там они. Самоволки Игоря сделали свое дело. К концу первого года службы Марина родила ему сына. Я родился как. Я ночью скорую забрал, и как? Я же на службу, я же потом узнал, только потом прибегаю, ее нет. А девчонки, что, с ней жили там по комнатам еще? Говорит, она в роддоме мальчика, дела она. Миша, я же солдат, так куда я выйду? Я же никуда не выйду. Здесь у меня большие курсы идут. Тут у них насест, они унесутся. Сегодня есть там мальчика. После рождения Руслана Марине пришлось вернуться в Курск. Через год вернулся со службы и Игорь. Стали они с Мариной налаживать жизнь. Жили под одной крышей с родителями Игоря, но хозяйство вели раздельно. Поначалу все складывалось неплохо. Игорь работал слесарем-ремонтником на заводе и зарабатывал нормальные по тем временам деньги. В 86-м родился второй сын Женька. А потом у нас в стране пошел бардак. Мы брали Руслана и Женьку. И шли к тёще с тестем кушать, поужинать хоть что-нибудь. Что-нибудь у них там поесть. Потому что на эти цены, на эти зарплаты, тут задержки зарплат пошли у нас же. В 87-й, когда по талону были порошки стиральные, ну, все носить сахар по талону. Стали плохо жить мы. Как плохо? Раз бедная, то и больше руготня пошла. Ну, не так руготня, ну, как это выразится. Ну, не та жизнь пошла. А что с любовью-то было? Любовь уже перешла во что-то другое какое-то чувство? Просто в жизненное пространство. Что такое жизнь? А жизнь, ну как? Жизнь идет, просто живем и все. Живем и все. Уже нет того, что было когда-то в молодости. Азарта того. Несмотря на то, что азарт прошел, в июне 90-го у Григорьевых родился мальчик. Виталий. А еще через год появился на свет Павел. Вы рождение детей воспринимали как радость? Радость. Лишний ребенок, лишний род, как говорится. Я маленький, это, говорил. Она мне говорит, не лезь, я лучше знаю. Не лезь. И все. То есть не было разговора о том, что сделай аборт там. Разговаривать было с ней бесполезно. Это был бы скандал дома. А я не скандальный человек. Через два месяца после рождения Павла умерла мать Игоря, Валентина Кузьминишина. После ее кончины Игорю долгое время снился один и тот же сон. Я сплю, а меня мать тянет в окно. По осени было дело, по осени. И вот она меня тянет. Я чувствую, что я куда-то уже лечу. Я куда-то лечу. И чувствую, я знаю, как куда бы на небеса уходишь, там какая-то труба. Ну, как говорят, пишут. И у меня перемыслил, если я сейчас туда попаду, то я на землю не вернусь. И все. И я как закричал тут, поразбудил всех дома. Я кричал тут не своим голосом. И в себя пришел я. Скажи мне, пожалуйста, а друзья детства как у тебя? Даже детство, да схоронили. Сохранил я уже много, многих. Тот пьет, тот помер, тот помер, тот помер. Да и я тоже выпивал. И я тоже выпивал. Ну, вот это вот все одно вместе, все вместе взятое. А вот нет и скандала бывали. Скандалы бывали. Неделю целую дню, пять отходишь. Все колотится, все бьется. Страшно. Ну, вот когда жена погибла, я ж несколько не пил. И я и к гробу даже не вышел. Даже не... Я не один. Заходи, заходи. Кто там? Заходи, побыстрее. Давай, давай. Быстрее, а то он раздетный. Давай, заходи быстрее. Здорово. Заходи. Пошли быстрее. Заходи, все, кто есть, заходи, 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 бегом. Так, чем у вас выгущать? Чаем. Чаем. Бесправленный. Чайник, вот. Идет война против Русска. Хластерская. Ну, как тебе сказать? А где женщина любимая? Да ебаться на украл. Да, женщина. Как я говорил, говорит, теперь это лишнее. Ну, как это лишнее? Лукарин. Ты меня только не снимай, ну и нахрен. Да ладно, ладно, снимай. Да, на что, я не фотогереничу, не надо. Да ладно, не обращайте внимания. А то потом мне куда-нибудь что определить, чтобы меня тут не выпустить. Да ладно, ладно, нет. Мы же снимаем не для центральных каналов. Это так, летопись человечества. На, Надьку снимали. Кого? Надьку, Рыжков. Надьку ее хорошо снимали. Она какая, сисяшная, же паста. Ее в окно, ее, ее в окно снимать. Ее можно снимать куда хочешь. Литку эту вообще, я из лоба, если повысить, ну и сделаю симпатично. Естественно, украинская армия разбежится, а остатки, они более галтелые. Вот он струнен. Командир, тут сало, нет? Сало. До Молдов круга знаете. Вот этого, как он из пизды только вылез. Вот этого? Да. Давно я его знаю. Он еще не вылез, а я уже бегал туда. Его уже дед за мной с палкой глялся, бля, кричал, убью. Ну давайте всю правду матку про него и говорите. А хуй про него, говорит, распизденешь. Настрогал, как его брат? Иди, говорю, помоги хоть, ебтуй. Он говорит, я, бля, не строгал. Он настрогал, он пускай ебется с ним. Вот это твоя правду матка. Стретью у брата его, говорю, вов, брат тебе сгорел, иди, помоги ему хоть. А он говорит, слушай, лёг. Я его не заставлял рожать. Нарожал, пускай наём был. Хоть дегаться дед стал поселковым. А ты давно научился по этому делу? Колоть-то я имею в виду. Я когда-то колол даже грудничкам маленьким. А потом я прекратил. Ну, вот, купить будешь? Нет, нет. Ну, ещё когда маленькие были. Ещё когда... Нет, ещё и раньше, ещё где-то... Сейчас, поскольку укол, по полдельнику, бля? А, хрен, бля. Или постольнику, постольнику, по-моему. Сто рублей. А у него дядь, мол, к каждому посту уколе. Где он их деньги будет брать? Ему тут и самого надо на панель пиздовать. Чтобы рассчитаться. За уколы только. Слушай, мы должны были властвовать Европе. Мы хозяева Европы должны были властвовать. Давайте к нашему... Внутренним проблемам, внутрироссийским, обратимся. Ваши слова. Мы имеем финансовый Майдан. Оранжевая революция у нас... Ты её нам позамазал всё там. Ни черта не видно. Ты жопу всю поотбил. Чем? Чем? Уколами, блядь. Хорошо, хоть внук приехал, задницу намазал. Вот это и финансовая турбулентность. Летом 1994-го родилась Надя. Первая девочка в семье Григорьевых. Спустя год родился Александр. А затем Алексей, Антон и Максим. Игорю пришлось искать дополнительные приработки. Днём он работал слесарем в гостинице. Ночью охранял кондитерскую фабрику. В конце концов, я сломался. Потому что я и дома не жил толком. И дома не бывал. Потому что там гостиница через день поднялась. Потом я с дня гостиницы бежал в ночь на кондитерку. С ночи проходил. День кое-как отходил. Потом опять на работу в гостиницу. Потом с гостиницы опять на кондитерку. В общем, я дома не жил. Ты, честно сказать, я уже, как сказать, ни радость, ни горе. Еды хватит, да хватит. Пусть растут, вырастут. Вот честно говорю. Потеряли любовь? Никто. Я думаю, что не из-за этого. Ну, вот ты нежность какую-то испытывал к ней последние годы? Вот обнимал-то её, целовал. Последние годы два нет уже. Уже не было того, что было раньше. Лидия Павлова жила в доме напротив. Так что жизнь Григорьевых ей была видна, как на ладони. Марина была всё-таки скрытный человек. Она никогда не выносила из дома вот то, что было там плохого. Она выходила на улицу всегда собранная, причесанная, всегда ухоженная была. И она, и дети. И это не для красного словца, я говорю. Это подтвердит вам каждый из соседей. Вот вы знаете, что... Ну, не так, как вот, допустим, там много детей. Да ладно, придёт. Нет. Всё равно. Она вот, как она говорила, я чувствую каждого ребёнка. Она заботится, она ищет. Говорит, заведу в дом всех. Закрою дверь. Тогда спать могу ложиться. Она не умела жаловаться. Она никогда не сказала, что у неё там есть нечего, что ей одеться не во что. И, вы знаете, никогда не было видно, что вот она там падает духом. Но говорила, я люблю детей, я для себя их рожаю. Вы знаете, даже когда родилась у них Алина, наверное, ей полгода было где-то, она держит её на руках летом, а идёт соседка с параллельной улицы. Она говорит, что внучка? Она говорит, нет, дочка, а будут внуки, и внуков воспитаем. Алина у Григорьевых десятая, самая младшая. А это последняя фотография, запечатлевшая всю семью вместе. Звонка-то нет никакой? Да я нажмал, а если она работает, то нет, я не знаю. О, вы нас не узнаёте сегодня. А вы вот кем служите здесь? Я участков, я уличком на улице. А уличком это что такое? Ну, все дома мои, я знаю, что в каждом доме творится. Вы же давно здесь живёте уже, да? Да, 50 лет уже. Ну так вот, я просто хотел поговорить, что тут вот... А что со мной разговаривать? И что, живёт человек, а что, жена погибла, ну и что? Многодетный отец, никто ему не помогает. За 5 тысяч сейчас поживёте? Сейчас за один газ отдашь 5 тысяч, и всё. А есть что-то надо, а лекарства что-то надо купить. И одеться ж надо. Она не работала, она сидела с детьми, а он на одну зарплату, и ей не хватало денег, даже на порошок, на мыло. У неё ни мыла не было, ни порошка от соседей. Я ей порошок там дам, кто-то мыло, кто-то что-то даст ей. Носили продукты, не помогали особо. Это вот сейчас, когда она ушла, стали помогать. Игорь говорит, что вот он перестал пить именно с того момента, когда с ней это всё случилось. Да, он запивал. Запивал? Он запивал. А прилично пил? Он всё тащил из дома, он воровал. Пить не за что было, и шарфы Махерова, и детские вещи. Всё, мы его останавливали, и гонялись за ним, и всё на свете. Он её не бил, по-моему. Он не дрался, но он просто вот всё тащил из дома, чтобы выпить ему, выпить, выпить. Добыть эту бутылку ему. Вот сколько? Лет 8, наверное, как она ушла. Или 9. И он с этого момента не пьёт. Вот, и с детьми всё время. Ну, наверняка, между собой соседи посудачили. Одни говорили о том, ну куда столько детей, что нарожали-то столько. Говорили ей всё. Марин, ты что, крольчиха, Марин, да ты что, Марин. Всё, ну, никто не перевбеждал. Уже она больная была. Последних деток у неё уже сердце и давление было. Её ложили не в сохранение. Я сидела с детьми и ночевала там, ходила. Вот, детки маленькие были. Она всё беременная в больнице лежала на сохранении. Слушай, они приплод дают? Конечно. Ну, в этом году у меня что-то плохо так, они катились, ужасно было. То катились, потом передавили. Как же им любовью, ты в этих клетках-то заниматься не тесно? Нет. А? Нет. Если ты их выпускаешь на лужайку? Нет, поэтому большую клетку выпускаю к самцу, к примеру, самку и всё. Вот там у меня зимой в курятнике окатилось. Я думал, два. Ящик вываливаю, а там восемь штук. Последил фонарик, манна их подавила всех. Ах ты, я её зачерки на верстак, под киянку. Это уже всё, это уже не самка. То есть она сама их придушила, да? Да, да, да. Специально, да? Ну, я не знаю, что там у них. Не, ну, знай. С чего это вдруг? Вот материнский инстинкт должен был быть. Ничего. Главное, пять-шесть дней кормят, а потом давят. А раз уже такое и было, уже эту самку оставлять нельзя никак. Мой муж, который умер почти девять лет назад, подарил им саженец абрикосы. Месяц, вот не помню, но знаю, что был мороз. Мороз и земля покрыта снегом. Я абрикосина зацвела. Вот здесь, под домом. Ну, была вот такая, наверное. Среди мороза? Да, среди мороза. Ну, мой муж, значит, подходит к Марине и говорит, посмотри, красота какая. И говорит, Марин, наверное, богато жить будете. Она говорит, так кротко ответила, а я слышала, что это к смерти. Марина умерла в декабре, а мой муж в апреле. Она была беременна 11-м ребенком. Она на сохранении лежала. Дома сломался чайник. Ну, я выскакиваю, слышу меня. А, это Клава, Клава кричит мне. Эй, говорит, кум, постой. Спешить теперь некуда. Я говорю, как некуда спешить? Мне спешить есть куда. Она мне, она мне ведь, Мариночки больше нет. Я говорю, как нет? Она умерла. Я говорю, Клава, как человек может... Да, я, главное, орал. Как человек может умереть в больнице? И она мне, говорит, она выбросилась в окно. У меня сразу вот так вот, как-то я... Состояние что-то я не пойму. И что мне, как, чего, за что? Я пошел в школу. Ну, зашел по дороге, стакан самогона. Выпил. И, да, иду в школу. Ну, как? Я в школе же не могу детям. Нечего сказать же. Ну, там, да, я всех собираю, дети, они, что, что-то, мол, такое. Да, там, тетя Клава пришла в гости, там, нужно домой прийти. Ну, ладно. Вышли мы со школы. Иду с детьми, они мне что-то рассказывают, смеются. А я улыбаюсь, а у меня оскал звериный. Звериный? Я сам себя вот вижу со стороны, у меня оскал, у меня не улыбка, у меня оскал звериный. Я говорю, ребят, идите, я еще зашел, еще стакан самогона я рубанул. Просто так вот, ну как. А я, меня это взять не может. Пришли домой. Да, я пришел, а они уже поразделись, сидят. Как сказать детям? Я даже не могу. Я говорю, ребят, мамки больше нет. Мамка умерла. Как они закричали все. Я в адор выскочил, стою, курю, курю. Я думаю, я сейчас пошел, дошел, еще один стакан самогона я рубанул. Пришел домой, они тут платьют, кричат, что-то я тут, ну, в общем, тут вообще что было. И все. Ой, как переживаю. Надя, я, значит, почему ребят я особо не видела. А вот Надя, наша Катя, вот племянница девочка, она же туда все время бегала. Надя все время выскакивала на переулок. Я говорила, маму привезут. Это что было, то было. А потом как в тумане все. К гробу я не вышел. Когда ее привезли, она не в доме была, а в летней кухне. Вот. Лицо у нее было, как будто бы мы познакомились только. Потом уже мне объяснили в прокуратуре. Это все произошло на фоне химических препаратов. Каждый день мы ворачивали плод, он неправильно лежал. Каждый день капельница, каждый день большого количества уколов. На фоне химических препаратов, приодолёдовый психоз. Ее главное вели рожать уже. Ее уже вели рожать. Она попросила в туалет. Ну, как врачи, говорят. А сама щекол дыр в окно. Врач будто бы услышал. Дверь эту сломалась, скачал за халат, поймал. Ну, человек-то неудешен на такой высоте. И сказал, что Крым будет российский. Некоторые говорят, что, мол, как это так, Крым возвращается в Россию. Называют там алексии, захват и так далее. Я за Жириновского. Он хоть на власть погавкает. Остальные молчат все. Только толку от этого гавкания никакого нет. А придёт новый. Придёт новый. Будет в два раза больше воровать. На похоронах Марины Игоря не было. Пил. Словно хотел убить себя водкой. Пил в последний раз в своей жизни. С тех пор, а прошло уже почти 10 лет, не прикладывался к рюмке ни разу. А тебе, Марина, снится у вас наша? Нет. А? Нет. Не снилось никогда? Никогда, ни разу. Честное слово. Даже когда вот спать ложусь, там бывает, или что-то такое, вот. Вспоминаю, как до армии, там, после армии, в армии, как, ну, вот. Вспоминается. А сниться ни разу не снилось. Они же хотели детей отнять у меня. Торик из-за чего? Ну, администрация города. Опека, там, соцзащита, как-то. То, что я стал пить? Жены нет, а дети маленькие. А я несколько дней пью. А я раз и остановился. И всё. Ну, лет 5-6 мне ещё подкалывали. Игорь Петрович, вы не того, вы же что-то весёлое. И всё показывает, мне одна там есть. Работающая я. Даже противно. А ты действительно не пил бы ни грамот с тех времен? Ничего. Вообще не пил. Не пиво даже. Что это для тебя означало, если бы они тебя забрали в детей в твоей жизни? В моей жизни это было что-то страшное. Мои дети попали бы в детский дом. А для меня это очень страшно. Потому что я работал с парнем, который прошёл в детский дом. Как над ними там издевались, как их там били и железками, и арматурами. И там всё у нас, в общем, там ад карамеши. И мои домашние дети, которые привыкли к домашнему теплу и уюту, как говорится, попадут в этот ад. Это было, это всё. Это такое, я не знаю, для меня это вообще, это очень страшно. Это самое страшное, что может быть в жизни, при живом, непьющем, как говорится, мужике, и отдать детей в детский дом. Это как в застенке гестапо их отдать. Маленькие дети, которые в садик при живании бегут со всех сторон, на шею мне попрыгивают. И как можно их отдать? Нет, я этого не могу даже понять это. Разрешите к вам господин Владимир Владимирович. Здравствуйте. Это вам подарок. Сёжечка, вы-то мне подарок. Что за глупости такие? Спецкор газеты «Труд» Владислав Павленко познакомился с Игорем в те страшные для семейства Григорьевых дни. Именно благодаря Павленко Игорю удалось отстоять детей. Хуже всего, конечно, социальная служба. Что-то они там приезжали, они говорят, они приезжали его проверять. Как всегда, заглядывают в холодильник, а что у тебя-то есть, чем ты детей кормишь? Они к нему очень как-то враждебно относились. Руководительница департамента, женщина сама, как мне говорили, несемейная, одинокая. Никогда у нее не было детей. И она руководила этим департаментом, который занимался многодетными и всякими такими несчастными семьями. И она ему, понимаете, всё говорит, она ему неоднократно. Зачем ты столько детей рожал? Вот, Владислав Васильевич, когда я ляпнул, когда приехали и приложили свою руку, когда приехали с актами писать. Так что я слово лишнего... Это после пожара уже. До пожара. А до пожара? Ну, там несколько раз себя проверяли. В холодильнике смотрели постоянно. В холодильнике. Он, так сказать, сделал. У него там штат. Конечно, с этих денег идет оплата зарплаты, машины, там чего-то еще других, обычных чиновничек, так сказать, преференции и благ. Ну, и что-то остается для детей. Игорь подал туда заявление. Один раз я помню, значит, я спрашиваю, Игорь, ну, что у тебя там, что-то вообще... Да не знаю, сказали, будет рассматривать, ну, что-то никак. Ну, я то, что сейчас не помню, это, наверное, он нам скажет. Ну, я помню, так сказать, примерно, что ему раз или другой там что-то 30 тысяч дали. А их же много. Они же все... А эти никак не понимают, что такое ему, куда тебе столько денег. Ну, у меня же детей столько. Ну, ты же пусть учи их, пусть они не рвут, пусть они аккуратно ходят, пусть что-то такое, ты им носочки меняешь каждую неделю или что-то такое. А дело в том, что как? А ей была дана команда? Ну, понятно, да, с него соси как можно больше. Ну, зато когда приезжало телевидение... Ага, а вот тут... А сейчас вопрос простой. Что делать с деньгами? Если они есть, небольшая сумма, к примеру, откладывали... Игорь крутился как мог. Сутками работал, но денег все равно не хватало. Помог опять же Павленко. После его публикации на игры обратили внимание столичные телевизионщики. А после этого появились и благотворители. Эту пристройку нам сделал наш курский бизнесмен. Я его ни имени не знаю, ни фамилии, ничего. Приезжал прораб, привозил рабочих. Он хоть интересовался, что за мужик, что за благодетель такой? Два раза я спрашивал прораба, хоть скажи, за кого мне ставить в храме свечу, во здраве кого. А он мне в рубокультурном форуме отвечал, тебе это надо, меньше будешь знать, меньше будешь болтать. Мы сдадим под ключи, сдали под ключи. Скажи, а ты сам искал вот этих своих благодателей или они тебя находили? Я никого не ищу. А как они вообще о тебе узнавали? По газетам? В газетах, по телевизору. Вот приехала, телевидение посняла. И в тот же вечер ко мне стали приезжать люди, давать деньги, привозить посуду, посуду постельное. Ну, все, что можно было. С одной стороны, помощь людей семейству Григорьевых была, ох, как нужна. Однако с другой, она неожиданно привела к раздорам. Игорь говорил, опять это Игорь говорил, что вот взрослые дети считают, что Игорь тоже должен им помогать вроде как. Не они ему, когда у него на руках осталось столько детей малолетних, а вот как Игорь вроде бы как им чем-то обязан. Может быть, вот это вот разлад и получился среди детей. Возможно, именно из-за этого все старшие и вставшие на ноги сыновья Игоря встречаться с нами не захотели. Все, кроме первенца Руслана. Я живу на соседней улице, буквально 200 метров, и как бы тут постоянно мы видимся, мы каждый день сюда. То есть, если только на работе, в командировке, так мы видимся всех каждый день. То есть, все равно как бы, ну, на родной дом есть родной дом. Всегда хоть приезжаешь, обязательно остановишься, заедешь. У меня с отцом очень хорошие отношения. А знаете, могу добавить, я, может быть, знаете, как есть, как говорится, конфликт отцов и сыновей. То есть, полностью я стал понимать отца и поддерживать во всем, когда сам стал отцом. Сам стал зарабатывать. Ну, знаете, когда повзрослеешь, начинаешь понимать. То есть, я полностью с отцом солидарен во всем в данное время. Надя беседовать с нами на камеру тоже наотрез отказалась. Вы знаете, наверное, все-таки это еще девочка. Это мы уже, вот, возраст такой настал, что мы можем о чем-то поговорить. А она, тем более, ведь на ее плечи не детские, можно сказать, легли заботы. Поэтому, чем хвастаться ей? Вот, а хочется среди сверстников быть равной. Поэтому она, видимо, ей не хочет. Стесняется. Стесняется. Вообще она красавица. Ну, а как можно ей не гордиться, скажите? Ну, само собой, конечно. То есть, потому что много чего, много самерско легло на ее плечи. И лежит на ее плечах. Поэтому, как можно ей не гордиться? То есть, и они все, имел кота, все за ней, как бы. Даже, который вот ушел в армию, Саша, он, Надя, 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 Надя. Он без Нади вообще никуда никак. Надя, конечно, стала мамой. Вы знаете, и вот я опять к Наде возвращаюсь. Ведь настает 1 сентября, дети идут в школу. Вот опять говорю, как одного собирает? Все выглажены, все одеты. И придем в школу, все детки чистые, все собранные, все причёсанные. Да, дети, конечно, немножко, как сказать, сказать, что замкнутые нет. Но они собранные такие. Все-таки каждый ребенок отвечает сам за себя. Я имею в виду в отношении чего? Ну, в отношении того, что он может. Всё-таки привита у них вот эта какая-то порядочность. И они ещё что? Они друг за друга, вот на улице. Вот они, когда выходят, если это Григорьевы, то они, если кого-то обижают, то другой обязательно здесь. Этот микроавтобус Игорю подарили бизнесмены из Москвы 9 лет назад. С тех пор интерес журналистов сошёл на нет. А вместе с ним и иссяк поток благотворителей. Замена нужно капот менять, бампер менять, стекло лопнувшее. Это тоже. Здесь девчонка вдарила мне в бок. Ну, то что... Жалко. Машина очень хорошая. Дай Бог здоровья этим ребятам и долгих лет жизни, что они так помогли нам. И в садик, и в садик, и на речке, и в лесах, и на отдыхе, и на площадку. Она, как у нас, это рабочая лошадка наша домашняя. Резина вся лысая. Ты не боишься людей-то на ней возить? Ну, потихоньку. Ну, что потихоньку? Ты представляешь, потихоньку. Какой машина стоит? Ну, что делать? Ну, где деньги возьму? Где, Бог, где возьму деньги? Сегодня Игорь получает на каждого несовершеннолетнего ребёнка от государства 5000 рублей. А несовершеннолетних в семье осталось четверо. Конечно, это уже не та ватага, которая была на нём после гибели Марины. Но всё равно тут каждый непредвиденный расход – стихийное бедствие. Да, я стёкла, что были, думаю, вырезал. Такие стёкла я купить не в силах. Ну, я в четверг заеду за ними. Сколько они стоят хоть? Ладно, ладно тогда. Ладно. Ладно, всё, до свидания. Да, Лёшка разбился с одноклассниками в этом стёклах в шкафу, а там они толстые. Пополам платить. Завтра предстоит Игорю малоприятный разговор с директором школы. Но это всё мелочи. После гибели Марины семейство Григорьевых переживало беды и похлеще. Это было 23 июля 2010 года. Ребята захотели часов 11 на речку. Ну, пока собрались, часов 12, может, мы выехали. Я с четырьмя детьми. Приехали, положили две деялки, ложу молоко, квас, мне звонок. Есть к вам, и шорт достаю. Вижу Сашка. Да, Санёк. На один голос. Вот папа приезжает, быстрее уже полдома сгорело. Я как на воду смотрел, ребята побежали в воду. Поворачивали в сторону Муренки, у нас район называется Муренка. Чёрный дым. Пока детей собрал, пока приехали, уже полчаса прошло. То одна пожарная машина была, а то приехали ещё две. Тут сгорело, конечно, много чего. Плохо было, что у нас в котельной там была вешалка. И там висели, там висели все новые школьные вещи детские. Всё там, костюмы. И к новому учебному году ящики, ну-ка, с учебниками, с тетрадками, а котельная сгорела вся. Хорошо, что не было дождей. Ну, на третий день, на четвёртый, на пятый, я не помню, пошёл дождь, а крыши нет. по всему дому, тазы, вёдра, давай, диваны, стал её сдвигать там, где не капает. И просто люди приезжали, просто так деньги давали. Кто сколько там. Постельного тоже привозили, посуду привозили. Там у него кафель. Ты потихоньку позвони ему. Потому что крысоловки, я её и не знаю. Сука, сегодня крыса, здоровая такая, и никак она не поймёт, куда заскочить, это, А это, крысоловка, это как мышеловка, получается. Нет, ну, они, ну, есть специальные, знаешь, такие вот. Спаси, к Лёхе, сходи, может, у него есть такое, смертвоубийственное. В храм Пресвятой Троицы Игорь в последнее время стал захаживать всё чаще и чаще. Кому теперь обращаться за помощью? Выходит так, что только к Господу Богу после пожара здесь всем приходом собирали деньги для погорельцев. В этом храме отпевали и Марину Григорьеву. Игорь сам обратился к владыке за разрешением. По заключению, ну, врачей, да, ну, заключили к владыке, чтобы он разрешил точно, это не самоубийца, это не она сама. Это лекарственные препараты сделали ее самоубийцу. И по заключению судной экспертизы разрешила отпевать и на кладбище похоронить. После того, как она погибла, я стал хорим в храме. Я после смерти без храма жить не мог вообще. А с детишками в храме бывало? Да, бывало. На Пасху или когда? Нет, простые дни. Просто, ну, как-то получалось, что я с ними приезжал и второй позднее приходил. Говорю, можно детенки покушать? Они говорят, конечно, можно. Ну, и дети вначале не стеснялись, боялись. А когда они раскушали эту пищу, я им даже добавки наливал еще. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ребят, я попросила вас объяснить, что вы снимаете. У нас военную раку, у нас все, у нас в зазе рядом. Может, мы это самое это? Давай! Я говорю, может, вы хохлы и Майдан? Они говорят, да, может быть, и Майдан. Может, они бомбить нас тут собрались? Или меня задурут и читают? Может, телевизор у тебя там покажут на Кохлянье? Накануне нашего отъезда из Курска мы гадали, что подарить Игорю. Деньги бы он не взял, продукты покупать тоже было как-то неловко. Думали, думали, ну и решили. А куда их? Ребят, да вы что? Вот поди! Ёлки-палки, да вы что? Ребят, это зимняя шиповная. такого быть не может, это просто сказка. Да ладно, брось ты сказка, детей возить зимой. Ты детей возишь. Ты вообще даже не веришься. Господи, вы даете ребят, я не могу. Это просто, просто, вы просто представить не можете, что это такое для нас. тревога. Ребят, дай бог вам здоровья всем, я вообще не знаю. Шоколад Порошенко замешан на крови. Это кровавый шоколад. Максим, закашлял. Он сказал, что он будет ввести Украину в Европу. Он повезет Украину в НАТО. Со всем кошмаром, который из этого вытекает для России. Я помню, когда присоединяли Крым, вся Россия вышла на улицы и говорила своих не сдаем. Своих не сдаем. А сейчас мы своих не сдаем. Сейчас у нас на глазах разворачиваются чудовищные бойни против русских. Почему мы молчим? Почему молчит власть? Мы не молчим, мы говорим об этом. Нет, мы не говорим. Мы должны сказать следующее. Да, это республика, которая требует оружия. Она требует добровольцев. Если мы на глазах у нас эту республику задавят, задавят танками, исковеркают, искромцают, мы не в праве жить. Мы будем народом несостоятельным. Народ русский не может позволить, чтобы наших братьев, которых, в общем, и мы вдохновили на этот бой, чтобы мы их бросили. Поэтому, повторяю, обращаюсь к президенту, обращаюсь к патриотическим организациям, к казачеству, к добровольцам. Вперед! Им нужно оружие, по ЗРК, чтобы этих палачей летающих за облака загнать. Нужны не просто перед носами зенитно-ракетные комплексы и гранатометы, нужны замечательные противотанковые ракеты Корнет, которыми в свое время Хазбалла загнал обратно в наружном вливании Израиля. А если вам нужно... Дед, ты брат удерживай. Да, ну, конечно. Ну, только весь мир. Ну, подушайте, ну, что мы делаем? Ну, что мы делаем? Субтитры подогнал «Симон» Симон «Симон» Симон «Симон» Эта война, еще раз подчеркну, не внутри Украины. Эта война против России, против всего русского мира, которая инспирируется, организовывается, финансируется из Вашингтона. И если эти ребята сейчас врага не остановят, то вы спрашиваете, где этот враг будет дальше? Дальше он будет в Ростове, в Воронеже, в Белгороде и в Москве. Поэтому ребята сейчас воюют за интересы всего русского мира. Мы должны это понимать. Они не только славянско храняются. Ну, хорошо. А вот если вот эта вот политика будет продолжена, что нам делать? Ведь действует достаточно настойчиво. Для бандеровцев и для киевской хунты на юго-востоке, видимо, людей нет. Собственно говоря, этим бандеровцы отличаются. Хорошо, Сергеевич. А вот если вернуться к моему вопросу по поводу изоляции. Вот Запад опускает железный занавес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok